генеральный спонсор программы компания аура здравствуйте рыболовы города тольятти и все кто нас сейчас смотрит в эфире программа рыбацкие байки я ее ведущий павел павлов сегодня мы в прибрежном сюда нас пригласил олег лишь паев рыболов со стажем профессионал вот будем его искать тут воды везде много а где он конкретно сейчас найдем по моему этого привет олег нашел тебя ты тут в гордом одиночестве ну да никого нет страна даже обычно всегда в это время народ я помню года два назад мы снимали здесь живет правильно да да и народу было больше по рыбке думаю будет корреспо плотвичка но бы тоже по этому что имеет такой хорошие насадки как мотыль закончился попробую на пошла и на перловку мы сейчас расскажем смотреть корм я сделал олега черная плотва да со дна будем ловить ага будем пробовать давать секреты рассказывать секреты опарыш кастеры попробуем на кастер ловит мелкий опарыш красно-белый это уже окуклившийся да он скажем так таком состоянии когда он еще там есть еще не готов будет ага немножко мотыля мне меня есть немножко кормового мотыля попробую его насаживать а нас очень не вообще прям ни о чем но у кого достаточно черты попробуем кстати насадочный крупного и кормовой крупный попробую ловить порой даже добавить корм тяжелый забавлением земли поэтому должен дойти до дна и там разносить веточку то что тут что-то принесли покушать рыбка собирайся хороший человек принес покушать наверное давать 3 шара пока начнем бомбим вот собак появился какой-то хитрое место поплыл пойду с ним побеседую ну сорога настоящего а ты взял и отпустил ловил ловил я вчера берегу он там ловил это будь поймал сегодня приехали за какой рыбой начали носорожку основном ну что-то воду бросили нет ничего ничего не клюет вчера лучше было он там с берега рыбачил более-менее клевал сорожка и нормально сорожка такая такая вот такая прям как в анекдоте вот такой глаз но это не анекдот действительно было завтра туда пойду с берега что-то с лодки сегодня плохо ветер во первых леску сносит полностью прям даже чертик такой легенький а сносит его нафиг и течение еще он когда ссылка я не леску не могу найти она куда-то такая тонкая она все и на перловку не пробовал опарыш и перловка мотылящий не продают у нас нету есть олежка обрыбился пока я тут развлекаюсь болтаю ловит на чё поймал на чё ага давай давай лови крупней рыбу показывать ой ой щас даже у крупню чтобы нет не стыдно показывать было о-о-о поклевывает пытается ну аккуратно очень неактивная не прожорливая причем начал ведь тогда когда уже крючок с 1 на дно положил выше стоял не клевал опускал нашел дно а о-о-о-о уже уже крупняк пошел а вот смотри уже прям граммов наверно 27 сколько 50 лебеди жаркие страны летят поклевки очень аккуратные рыба чувствует вес и выплевывает поэтому я немножко подпаски уменьшу весе подпасок но это вот классическая саска это основной груз идет да и внизу около крючка видно все нормально маленькие грузил очки здесь от клева от течения их можно уменьшать и увеличивать так как грузила эти сделаны из качества мягкого свинца и их спокойно передвигая по леске они не травмируют леску и допустим то одну дробиночку беру вот одну поставлю посередине и приманка будет как бы зависать падение не сразу по это будет ножка зависать да нет не боится она чувствует да она чувствует рыба же насасывает приманку и когда чувствует приманка идет она если не активно она не станет дальше добивать она выпрыгнет вот опять прижимает что-то хочет вокруг да около ходит с товарищем рыбачим на катере в морквашах на судака я на корме он на носу слышу орет пацан пацан кричит хорошая рыба грамм на 60 укрупняемся каждый раз на 10 грамм видишь убираем да у меня это рыбы хоть это как как у дяди федоров как там какая там фабрика то было бы гутарина да у меня рыболовный никто не ест уже я и не ловлю ночью рыбачим на судакам рквашах ну качи пацан я быстрее к нему там несусь он крупный говорит чувствуешь как подымал назад тащит вот ему выкачивал выкачивал минут наверное 10 потасов выкачать в итоге выкачет вот такой вот камень блю как же назад отдавил ну не знаю я понимаю назад дает скажите пожалуйста есть у вас время взять удочки в руки посидеть помедитировать поймать карасика или может даже зимой из рыбалки больше всего я люблю луху есть ловить времени нет к сожалению хотя я служил на дунае и там рыбы наелся но мы не ловили нам привозили рыбаки а как вы относитесь к рыбанутым вот мы на волке живем у нас каждый второй ходят с удочкой рыбачьте зимой и летом вообще вы думаете это нормально или не ручу но если людям нравится конечно роман я больше футбол люблю то есть какие слова знаете рыбацкие вообще снасти назвать подсекай а отлично вот забрасывай и к столу пожалуйста передайте нашим талятинский рыбаки привет и как говорят не чешуи не хвоста смотрите рыбацкие байки олег можно слушать бесконечно он как говорится на этом деле собаку съел или пуд соли выбирайте кому что больше нравится но давайте оставим его на время пусть отдохнет от камеры и посмотрим как ловит другие рыбаки вот например рыбачат с лодок привязанных к понтону да еще в отвес да еще зимними удочками а я еще подумал а что они просто с понтона ловить не могут также опустил удочку и лови нет сидят и ловят с надувного борта если кто знает почему подскажите я сам эту загадку так и не отгадал у меня есть один вариант тренируются перед зимним сезоном снасти настраивает а про лодку так и не придумал да маленькая зимняя удочка видать на мормушку как это дядька сказал на чертика наверное ловит на чертика но рыб пока не видать вот еще в конце уже в парковке лодочные стоянки сидят еще любители плавка прошел по берегу еще метров сто и увидел что не все ловят с лодок есть и нормальные смысле поплавочники просто стоят и ловит на маховую удочку стояла несколько минут подождал когда рыбка клюнет и поймается но так и не удалось поразить вас уважаемые теле рыбаки клевым кадром увы так парковка стоянка лодочная хочу познакомить вас с достопримечательностью местный он там памятник рыбаку наверно замерзшему тоже такой позе застыл вот он орите красавчик какой кто это такой ведерко удочка весь подойдем посмотрим из какой бронзы он вылет а вы знаете он металлический вот смотрите трога слушайте металл не пожалели местные скульпторы вылили вот у него тряпочка в руках полотенце чтобы руки вытирать а вот тут ведерко и торчат два хвоста то есть две рыбы он уже поймал сейчас реклама наших уважаемых спонсоров дай бог им здоровья а затем снова вернемся на рыбалку так что не переключайтесь прощелкайте самое интересное боже на сорок сегодня единорог завтра таганрог завтра питер иксайт икс кросс 7 герой каждого дня вот еще за куток нашел маленький заливчик и поплавочники но что-то активно не машут продолжая экскурсию по охраняемой территории да охранник меня предупредил чтобы я не шлялся по стоянке понял пойду от греха подальше сейчас спустимся вниз и попытаемся поболтать если не пошлют греться ну так сейчас сейчас похвалится смотрите прыгать тромсорожка зачетного размера так вот прикормка кормит ложкой наверное здрасте программа рыбацкие байки как вас зовут очень приятно вот кота рыжий с вами пришел местная и она тут а как кошка охранится опаньки чё как поклевка вот я смотрю три сорожки зачетных все-таки поймали секрет знаете какой-то я на хлеб на черный просто на черный хлеб без всякой прикормки нет прикормки есть почему не надо не опарыша не мотыля не червя не вот рыбу ждешь только верхоплавку почему то есть сорожку даже и не подойдет так я за кошкой она мне дорогу показывает ну клюет иногда то нет то зависимость от воды прибудет вода не можешь поклевывает нет значит уходит вода это рыба снять улов ваш пожалуйста смотрите браться хорошая сарушка прям ровный ну вот не зачетно вот не стыдно такую и назвать хорошенько он видно щука хвост ей прикусила ну вот такие вот маленькие есть секрет начал ловить и на хлеб и на перловку и напарыш и на червяне прикормка прикормку хлеб он сухари замачиваешь подбрасываешь маленько поклевать перестаешь перестает клюет клевать со дна или поводы со дна в основном сарушка на дону и жиры бы практически поднимается ну поднимается сверху и верхоплавку стану берет на той деле щучка попался на полкило тащу тащу она как мотнул головой обрезала как лезвие вот такие вот дела вот так что ловить ты бесполезно не вытащишь это надо специальный поводок или что-то ну да она когда что по как лезвие такие вот дела как сегодня с клевом только пришли нет пока ничего но случай был ну клейку пришли рыбачили закинул ну поклёвала поклёвала потом поклёвка и щука и вытащил и уклейку и щука на крючок или нет ее прям так и не отцепилась она вдогонку за него да ну да клюнул и вместе с уклейкой вытащили приятно иногда что вот такие дела у нас мы желаем вашей программе процветать интересно смотреть многие истории на него и вам не хворать мужики ну спасибо погода в тот день выдалась не ахти было прохладно и сыро хорошо что я делся по зимнему а то продрог к обеду поднялся ветер и ловить стало некомфортно но рыбаков это не смущало понимали что эта рыбалка по открытой воде может быть последней пока я бродил тут олег уже вон накидал во-во-во-вот видели вот самый крупный но уже покрупнее пошла ролик такая же или больше ну там чуть побольше но в принципе да вот это уже ровненькая вот вот эти перлог видишь это на перловку профессионалы рыбаки ловили рыба поймали рака я просто чуть смотри на 3 а лишь как сажировал я хочет легко отрезать держи его вытаскивай это да вот этот поклят тянет олег и горит там груз я думал какой-то ветка или мусор какую-нибудь ну да так я его дай подержу ребята смотрите на там а раки держи все дал олег продолжает совершенствовать свое рыбацкое мастерство а я пытаюсь снять что-нибудь интересное для программы и нашел спиннингиста вот вам и разнообразие в отвес на поплавок и как вишенка на торте спиннингом выбирайте вот опять я отвлекся олежка опять поймал сорожку ведерко ведерко зачетная рыбка где а еще одна дорожечка но если мы линер десятки 2 дам друзьям они поедут ловить щуку на креманку на жерлица так что вот вот она наша жирочная сорожка покажи ну ровненько такая вот на жерлица вот самый как раз размер вот и наш господин рак ну что будем ждать когда он будет сидеть на горе или отпустим торжественно не давай потому что когда град на горе свистнет тогда зима придет я пожалуй пущу вас давай не буду ждать торжественное отпускание не зря пробачил дышал воском хороший человек увидел узнал про новое место то говорят три дня назад хорошо луквейка ловилась прям вёдрами таскали условно вёдрами ходите на рыбалку не всегда угадаешь будет кривать или нет будет ходить время что-то узнавать вот допустим узнал сегодня чтобы там дальше крупные плотва есть в следующий раз пойду наверное пока еще тепло скажу туда попробую там половить крупный плотвичек вот такие вот дела всем привет вот такая у нас получил сегодня рыбалка в прибрежном рыб поймали немного но зато сколько много узнали всего полезного ребята все это на пригодится на будущих рыбалках а тем кто завтра собирается на рыбалку традиционно не чешуя не хвоста до встречи рыбацких байках пока генеральный спонсор программы компания аура генеральный спонсор программы компания аура генеральный спонсор программы компания несуims их минс Cav 7 генеральный спонсор генеральный спонсор основание Редактор субтитров А.Семкин